АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Владимирович, пожалуйста. Здравствуйте. С кем не видел себя? Я очень волновался. Все волнуются сегодня. Ростовский волновался, что он первый раз выступает перед президентом. Я не волновался, потому что я второй раз уже выступаю. Спокойно уже. Уже испытал. Все. Но я волновался, что мне не дадут слова. Потому что, пользуясь терминологией предыдущего оратора, мой техницизм и умонастроение на пределе. Я буду выступать в связи с тем, что мы вышли на рыночную систему не от имени цирка на Цветном бульваре, а уже от имени цирка на Центральном рынке. Шутка. Прошлый раз мы собирались два месяца тому назад. Это была небольшая группа, человек 30. В основном москвичи все. И мы были у президента, и все. Ему рассказывали, как и сейчас. А я был вообще в полной эйфории, потому что через два дня я выходил на аренду. Мы первые взяли на аренду цирк. Как это будет? Это нам сулило всего. Я еще сказал Михаилу Сергеевичу, но я волнуюсь, наше правительство непредсказуемо. Что-нибудь придумают с арендой, и нам будет не так уж хорошо, как мы думаем. Ну точно. Поначалу все пошло хорошо. Прибавили зарплату людям, артистам, подбросили, стали получать. Прям все ахают. Уже все начали думать, все цирки. Выходить на аренду, пока их придерживают. Вдруг выясняется, будет соцстраховый налог. 35%. Это здоровая штука, которая сразу потянет нас вниз. А тут недавно мне сообщили, что Моссовет с 1 января берет аренду, плату за землю. Причем какую? Нам уже написали, так сказать, примерно. Мы, имея меньше 2 тысяч зрителей, будем платить около 600 тысяч рублей в год. Да, я позвонил Станкевичу, говорю, слушайте, а что происходит? Почему-то с нас будут... Он говорит, да, с 1 января будете платить за землю. Я говорю, землю-то купили же эту? На который цирк? Он говорит, как купили? После Октябрьской революции никто землю не покупал. Я говорю, так ее купили-то. Еще до революции в 881 году Соломонский заплатил 8,5 тысяч золотых рублей за землю. И цирк стоит, чего же вы второй раз берете за землю-то? Земля-то не их, уже куплена. Я понимаю, я взял бы новый участок. Да, вот, новый участок, нужно платить. Вот что? Он подумал, говорит, нет, 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 эти земли-то. Это, говорит, цирк, земля вся национализирована в 17-м году, и теперь она уже государство, и мы имеем право за нее брать деньги. Вот, значит, удар под ложечку. И я призадумался, и вместо того, чтобы думать о елке, я считаю деньги, мы обычно делали красивые елки для детей, шили костюмы красивые. Сейчас мы посмотрели, что стоимость костюмов половина будет наших доходов вообще за этот месяц. И мы сразу стали думать, во что там одевать этих артистов рогожку, там, знаете, там, кордонные костюмы. Но это не все еще. Не все. В 42-м году, в самый тяжелый год войны, наше правительство выпустило постановление специально по циркам, подписанное Сталином, в поддержку цирка, сохранение цирков и обеспечение бесперебойной работы по всей территории, еще не занятой немцами. Специально было постановление о срочном багаже, что багаж артистов цирка идет на уровне вонянного. То же самое, те же наклейки, багаж срочной отправки с красной полосой и питать зверей наших на уровне стандартов всех есть норма у животных. Человек-то может полголодно работать, а этот тигр не пойдет. Вот, как сказали. В общем-то, был полуграмотный вождь, а сообразил, видите, сообразил. Да. И вот так этот груш, я помню, даже после войны, года четыре, все груз срочно на отправке шел, пока не спохватились в МПС, что такое цирк, гоню сюда впереди. А я все шел, приказ стали, все шел, шел, шел. Ну, польза была, все. Ну, вы знаете, я человек такой, я, когда говорят, волноваться, волноваться, бояться, бояться, да, вот страх, у меня бывали стрессы, страх. Вот, когда спрашивали по стране, в войне, что страшное было. Вот, я был в артиллерии, вот, для меня было самое страшное, когда на нашу батарею танки шли. Вы знаете, когда первые нашли, я думал, что я умру от страха. У меня руки тряслись, и думаю, ну, все же, быстроряды не сможем поднимать, ничего, не сможем стрелять. А потом вдруг, это все сменяется, наступает пик, пик какого-то спокойствия. И думаешь, какой, может быть, выхода-то нет, надо стрелять, все. И страх весь прошел. И вот сегодня у меня был еще один страх, и такая же вот толкотня, когда я бегал по своему кабинету в одних носках, значит, одевая брюки свои, выходного моего костюма, и телефон зазвонил прямой. Думаю, возьму, не возьму, возьму, не возьму. Нет, взял. Крик кресит директор цирка Бернацкого костюк Леонид Леонидович. Юрий Владимирович, ну, хана нам, все, что, что, что будем делать? Вчера постановление Моссовета не выдавать всем циркам и зооциркам мясо, не кормить животных, пускай берут где угодно, на рынке, по 25 рублей, это мы сразу все штаны свои продадим, все уже, все, конечно. И вот, тут я почувствовал, что танки пошли, все. Пошли танки. Потом такой спокойный стал, сквозь трогий, думаю, я же сюда поеду, и я здесь скажу это. Поэтому я волновался, вдруг, не надо быть, слово мне дали. Я ехал, ну, все в голове было. Сначала думал, уйду из партии, как протест. А потом, что это, что это партия, что партия, я буду в партии, я поступал, вступал в партию в 42-м году, у меня жена подала заявление, она уходится, а я нет, я говорю, я не пойду, потому что я вступал в партию в 42-й год, для меня это святое было дело, потому что я верил во все это дело. Так вот я сохраняю партию, билеты, буду в партии, потому что я продолжаю верить, что будет лучше. Потом подумал, да, голодовку, может, бонно. Я не могу, я очень люблю поесть. Тяжело. А потом я придумал, такой спокойный все, пришел, думаю, ну что ж такое. Вот сегодня мы работаем. Мясо получено, по сегодняшний день. Сегодня уже Костюку не дали мясо. У него тигров больше там. Вот сейчас идет, начался спектакль, работает первое отделение. Завтра мы еще проработаем. В пятницу мы отменим представление. А в субботу на машины, на наши, церковые, мы погрузим клетки с плакатами, сядем и поедем к Моссовету с тиграми. Поедем, да! Если дадут санкцию, поедем. Не дадут санкцию, тоже поедем. И если будут применять силу для разгона, откроем клетки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ